привет друзья вы на канале свистить меня зовут ирина и это канал о вышивке и рукоделии но это будет влоговое видео я в нем покажу неделю перед пасхой у нас вся такая красота у нас цветет я просто не могла сдержаться чтобы не показать вам эти цветущие сады но будет вышивка конечно кому интересно оставайтесь промежуточное включение я отшила все сегменты с вот этими розочками бутончик ну короче я выбрала я вот буквально этих цыплят вышивала и говорила что я терпеть не могу крутить французские узелки и пожалуйста здесь вообще базируется все на французских узел наконец-то настали теплые денечки я выбралась вышивать в сад сейчас на улице теплее чем в доме мне так нравится вышивать именно на улице наверное надо приобрать какой-то процесс на темной конвее летом хочу вышить у меня есть бабочка на темном темной конве и пошиваю осенний сэмплер вот куда я уже добралась недалеко я ушла я была увлечена игульницей поэтому особо продвинулась а хотя я продвинула немножко мою воскресную прогулку от алисы смотрите как красиво обсыпается черешня вот я закончила мою игольничку с розочками и с незабудками как раз весна цветет все пахнет как раз это было в тему что мне очень хотелось попробовать это называется бразильская вышивка если я не ошибаюсь ну и все это основано как вы видите на французских узелках на шовчиках рококо и вот эти шовчики лэзи-дэйзи вышиваются достаточно легко и быстро это сколько у меня заняло наверное три вечера ну и это как говорится я первый раз вообще шовчики ракоко я первый раз попробовала французские узелки я как бы не очень люблю скажем так вот я вам покажу как это все получается как это все выглядит вот такие у меня узелки некоторые узелки удачные которые менее удачные вот такая вот интересная игольничка у меня будет сейчас я ее хочу пойти постирать не знаю как не гладить вообще может ее не стирать ну вот как-то я об этом не подумала совсем не так я уже долго ее вышивала чтобы ее стирать ну вот как бы разгладить я хотела подклеить с обратной стороны флизелин и как это все гладить у меня вопрос а вот в моей гостиной что происходит спит кошка которая недовольна тем что ее беспокоят а я здесь шью чехол на шезлонг один я уже сшила сейчас мне надо сделать второй потому как на улице у нас уже лето можно сказать если 25 градусов я думаю это лето старые чехлы они выгорели я сейчас покажу на отвороте вы видите какой был цвет раньше и на этой стороне какой он сейчас вид конечно ужасный шью я чехлы из в этот раз я не стала взять братья ничего цветного думаю белая бежевая не так заметно будет выбирать это старая покрывала языке и она уже такое все в зацепках ну для чехлов на улице ну отличненько подойдет и вот такой чехол я пошила на шезлонг эта подушка была вместе с покрывалами я покупала эти подушки можно вот так ее сюда можно вот так ну вот я смотрю все таки наверное на ручки надо этот цепь шить потому что оно все уже такое страшное бодраное наверное сделаю кусочек кусочка на ручки ну вот так все уже мои такие цветочки вот такой тюльпанчик черешня конечно моя здесь красавица пионы расцвели тюльпаны вот такие какие-то мелкие в этом году тюльпаны зато посмотрите сколько пионов уже это вообще фантастик они за один день расцелены ну и тень видите вот так наверное что запах просто волдежь просто волдежь ну конечно картины сейчас великолепные надо просто сделать фотографию потому что красота вот готова моя игольничка смотрите какая она у меня вышла конечно не такая точно как на картинке перламутровую пуговицу я не нашла я нашла вот такую пуговичку зато эта пуговичка почти идеально повторяет вот а чё будешь я с желтенькими этими не пришила вот голова садовая сейчас пришью желтой ниточкой я нашла я нашла вам показать мои шезлонги готовые тут уже клиент сидит пончик море Ну и вот готовы мои шезлонги, провозила все целый день, делала вот эти вот ручки, закрывала страсти, страшные, на липучках я их сделала. И у меня получились, видите, какие они там внутри, можно отлепить, можно прилепить и стирать, ну как, понятное дело, на улице это все будет пачкаться. И они у меня двухсторонние, можно на белую сторону, вот на такую, и вот на такой цвет шампань называется. Так что зонт починила, в котором была дыра, шезлонги прикрыла, и все лето на пороге. Посмотрите, что я вижу сегодня утром в небе. Это воздушный шар. А, так далеко, далеко, далеко. Какие события тут происходят, а мы здесь занимаемся уборкой и ни о чем не подозреваем. Да, пончик? Пойте на море. Ты мне помогаешь убираться, мой чужочек-бабабайчик. Нет, в шкаф нельзя залазить. У нас завтра Пасха. И вот я готовлю. По плану приготовить тортик. Киевский торт у нас будет. Самый любимый торт, его всегда все заказывают. Я хотела сделать, честно говоря, мимозу. Это итальянский торт. Но все сказали, нет, хотим киевский. Ну, делаем киевский. Потом я хочу сделать сотей из баклажанов. И по традиции салатик оливье. Добрый вечер. Боже. Сколько у нас? Пол шестого. Я такая была наивная. Я думала, сейчас я быстренько тортик сделаю. Сейчас я быстренько салатик порежу. Сейчас я быстренько синенькие пожарю. Блин, пол шестого. Я устала, как собака. Завтра праздник. Как я буду его праздновать, я не знаю. Сейчас и это еще не все. Сейчас я немножко отдохну. Тут у Юли Исаакиной прямой эфир. Посмотрю. А потом еще кое-что надо делать. Короче, как будто говорят, как кобыли свадьба. Салово в цветах. А то, что возле хвоста в мыле. Так вот и я с праздниками такое дело. Не знаю, видно вам или нет. Вот так черешня облетает. Каждую весну у нас такая красота. Вот так вываляется. А потом ко мне в кровать. С праздником всех католиков. Бона Пасква, как у нас говорят. Вот тут такой у нас стол. Сейчас мы начнем праздновать. Прекрасный букет мне принесли. У нас много. И будет весело. Ну и вот мой тортик. С этим зайцем было приключение. Короче говоря, у меня был другой заяц. Но муж его взял и съел. Он не вмещался под крышку торта. Я его рядом поставила, но его съел. Ну, добро, что уличка принесла еще одного зайца и мы его съели. Все торты и все куличи с приключениями. Видите вот эти дырки? Это значит, что кот пытался добраться до этого кулича. Но этот кулич вовремя спасли. Так же, как мы вулкины спасли торт. Как мы видим, сам кулич не пострадал. Это фисташковый крем сверху. Это по-нашему кулич. У них это называется колония. Ну вот и закончилась эта длинная неделя. Я не часто снимаю влоговые видео. И хотела бы у вас спросить, нравится вам такой формат видео? Снимать их или никому не интересна чужая жизнь. Каждый живет своей жизнью. Почему-то мне так в последнее время захотелось запечатлеть счастливые моменты с семьей. И вот поэтому такое видео. А перед вами у вас в кадре, может быть, уже надоевшая вам моя игольница, которую я сделала на этой неделе. И с этим покончим. А я вам покажу, что же я кроме этого на этой неделе сделала. Сделала я на осеннем, на осеннем, как его называют, господи, квакере, одну страницу я дошила. Сейчас я вам покажу эту страницу, где она. Вот она. Вот эти гранатики у меня. Ну вот досюда эти гранатики, корзинка и вот часть этих листочков. Ну вот вы можете посмотреть это поближе. Извините, не глаженная. Не хочется мне по 150 раз гладить, потому что эта ткань крашеная. Не знаю, как она себя будет вести. Один раз в конце я ее постараю поглажу, а сейчас лишний раз дергать не хочу. Ну давайте же рассмотрим поближе. Очень интересная, очень мне нравится этот квакер. Просто вышивать легко, логично. Хочу вам показать вот эту корзинку. Она мне больше всего понравилась, чем же она мне понравилась. Потому что вот эти все, я полагаю, желуди, они все разных цветов. И здесь их сколько получается, 4-7, 10 штук. Практически в этой корзинке участвуют все цвета, которые присутствуют во всем квакере. Одного здесь только не хватает, а все остальные цвета здесь есть. Интересное такое решение. Вот можно посмотреть, какие цвета здесь присутствуют в этом квакере. По этой картинке определиться. Они, конечно, между собой похожи. Некоторые кусочки прямо... Это разные цвета, разные катушечки. Но так как они такого секционного окрашивания, то иногда попадаются кусочки практически неразличимые. Кажется, что это из одного клубочка. Но все эти цвета разные. Это из разных клубочков. И вот сама корзинка получилась очень красивая. С таким переходом эта корзиночка вышла. Очень хорошо видно. Сейчас как бы... Переход зелененького этого цвета. Очень хорошо видно переход зелененького этого цвета. Посветлее, потемнее. Приятный процесс такой. Незадумчивый, скажем так. Хорошо его там вышивать и просматривать какие-нибудь сериальчики. Либо... YouTube. Что вам больше нравится? Ну вот. Кусочек готов. И у меня страница одна закончена. Так что... С квакером все, я так полагаю. Очень мне нравятся и гранаты здесь. Такие очень простые эти самые решения. Ну вот эта шахматка. Ну как она здорово смотрится. Согласитесь. И мне вот что-то такое такое подозрение, что этот лен, он как бы не очень равномерный. Потому что то ли это из-за пялиц, оно перетянулось. Все кривое, косое. Ну да, наверное, разгладится. Оно получше будет. Мне кажется, чуть-чуть косоватый вот этот. Вот. Хотя нет. Тоже так как бы. Ну красиво. Гранат. Такая веточка. Не знаю чего. Листочек здесь. Здесь листочки мне как-то не очень нравится, как у меня получился. Вот он на превью. Вот этот листочек. Ну как-то покрасивее. У меня тут и зеленые. Это же опять же это нитка секционного окрашивания. Ты не знаешь, что тебе там попадется. Вот это Анна. Нитка Анна. С одной стороны зеленая. Потом она чуть ли не черная, серая. А потом она становится снова коричневой. И вот у меня вот эта часть попалась зеленая. А так она может быть вот такая коричневая. Наверное, на вот этом листочке, который я дам на превью, там эта ниточка была коричневая. У меня вот такие резкие переходы получились, как вот в этих винтажных всех вышивках. Ну, я думаю, это прощается в сэмплерах. Я не собираюсь там отрезать специальную часть ниточек, которая окрашена более или менее. Я знаю, некоторые так делают, но меня устраивает все. Ну, по квакеру все. Давно я вам не показывала мою глобальную вышивку. Многоцветку воскресная прогулка от Алисы. Потому как я ее не очень, как бы, да что там уж скрывать не очень. Я ее люблю как-то. Она мне через силу идет, эта вышивка. И вот я вам сейчас покажу, где я и что я. Опять же, прошу прощения за неглаженность. Вылетела я. Пролетела, как говорится, я из СП. Не дива, дивная, начать. Ну, и так тупо я пролетела в этом СП, честно говоря. Я... Проблема в том, что я забыла выложить. Я не пропустила там эти... Там, короче говоря, надо выкладывать каждую неделю минимум 500 крестиков сделанных. Я каждую неделю, честно, делаю 500 крестиков. В понедельник и вторник у меня посвящен этой работе. И потому что, ну, как я уже сказала, не очень мне она нравится. Даже можно сказать, очень она мне не нравится. Не нравится мне вышивать полукрест. Потому что, ну, одним словом, сто раз я вам уже об этом говорила. И, получается, я вышила. В понедельник, вторник я повышивала. И быстренько его в сторону отложила, чтобы забыть и не помнить до следующей недели. И фотографию не сделала. Пропустила одну неделю. На вторую неделю я сделала фотографию, но забыла ее выложить. Все в порядке. И на третью неделю я уже пыталась выложить. Но меня уже заблокировали, видимо. Там пролетело я уже все. Вот, ну, отчитаюсь перед вами. Перед кем-нибудь отчитаться. Ну, как видите, практически вся работа в полукресте. Я уже тут начала это небо немножко. шить, потому что это там небо будет от горизонта до горизонта, как говорится. Вот здесь вообще незаметно, что эта вышивка вообще один в один, видите, с цветом канвы. Ну, как я сказала, уже практически вся картина, она идет полукрестом. Здесь немножко вот в домике этот крест. Вот здесь в этих кустиках, здесь немножко. Я, наверное, неправильно вышиваю. Вы знаете, наверное, сага, она это очень прекрасно и очень хорошо. Ну, у меня вот такая проблема в саге. Я начинаю, допустим, беру я определенный какой-то цвет. И я скачу по всему полю, ну, по всей канве, где этот цвет есть. Вот видите, как видите, тут серый у меня уже куда-то он пошел, потому что был здесь этот серый, он сюда. Здесь был кусочек этого серого. И я пошла сюда, сюда, сюда. И, естественно, когда ты так гуляешь по всему полю, не всегда правильно отсчитываешь эти крестики. И, в итоге, у меня здесь столько много ошибок. Ну, за вот это вот, за вот это вот без абрамазия я вообще молчу. Здесь уже, в конце концов, я просто психанула. И там какие-то оставшиеся одиночки, там зеленые, какие-то непонятные. Я их даже найти не могу, какой это цвет. Я уже шила, чем придется, как придется, лишь бы зашить, и чтоб не было этих дырок. Потому что, ну, здесь какая-то каша, малаша, не пойми, не разбери. И я так подумала, ну, дерево, оно и дерево. А там один листик желтый, один листик зеленый, более желтый, более зеленый. Погода не сделает. Какая разница, чем я ту одиночку вы ищу. Ошибок море. Море, просто море. Я не знаю, сколько я ошибок сделала. Наверное, нигде я никогда столько ошибок не делала. И, наверное, это меня тоже, как бы, ну, не вдохновляет продолжать эту работу. Ну, буду я все равно... Результат мне очень нравится. Я сам, сюжет, мне картина этой очень нравится. Ну, положительная сторона этого всего дела. Я поняла, что, скорее всего, гобелиной я вышивать не стану. Мне очень хотелось. Здесь я у Элины цвет видела, на цветы вышила гобелиновым стежком. Хотя, с другой стороны, может быть, если я буду в эту сторону шить вот так, то будет нормально. Потому что здесь полукрест весь шьется задом наперед. И, может быть, действительно, если я буду шить слева направо, мне будет легко. Ну, вот такие вот мои итоги за эту неделю. Я с радостью почитаю и отвечу на ваши комментарии. Обязательно мне напишите, нравится ли вам блоговые видео, снимать ли их или нафиг они нужны. И, так как апрель все еще идет, апрель у нас, я на следующей неделе хочу начать еще один процесс. Так как у меня, типа, апрель месяц стартов. Ну, такие старты, получается, что я там эту игольничку сделала, там подушечку для колец я сделала. Быстрые я их начала и закончила. Ну, и понятно, что я не каждый день начинаю. Это для меня не слишком. Но хочется мне все равно еще что-то начать. И я так планирую, что я в апреле еще два старта сделаю. Не скажу вам. Хочу, чтобы вы пришли на следующее видео и посмотрели, какой я старт сделаю. Буду вас с нетерпением ждать. А сейчас, ну, все, на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. У кого хватило силы, мужества и терпения досмотреть все это видео до конца. Католиков с прошедшей Пасхой, православных с наступающей Пасхой. И увидимся в следующих видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok